Заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов заявил в интервью Дмитрию Гордону, как команда Владимира Зеленского перед выборами президента в 2019 году сильно опасалась, что его могут убрать перед голосованием. При этом сам будущий глава Офиса государства был спокоен. Так Трофимов отметил, что политические элиты в 2019 году видели в Зеленском угрозу, и тогда это был очень сложный вопрос. По его словам, он лично не понимал, как отреагирует в тот момент действующая власть на такого рода кандидатов в президенты. Он боялся за жизнь Зеленского, и не только он один, боялись многие. Такие слухи ходили, я думаю, что их запускали намеренно. Он был спокоен, по крайней мере, я никогда не наблюдал у него какого-то «Ой, боюсь!». Он скорее думал о том, как справиться с этим вызовом, а не о том, что есть какая-то угроза. Всё-таки, когда ты уже принимаешь какое-то решение, опять же, должен двигаться. Но, скорее всего, это были слухи, призванные как-то дестабилизировать ситуацию. Может быть, расшатать команду, может его внутреннее волнение усилить, и ждать каких-то шагов опрометчивых, а в этот момент как-то подхватывать и модерировать ситуацию. Он проживает эти вещи в себе. Это не значит, что он не понимает, что делать и как. Почему я так много об этом говорю? Я за годы работы с ним убедился в его очень сильной интуиции, которая не просто не подводила его, а нас всех, команду, коллектив не подводила, и всегда попадала в десятку. Понимая какую-то конъюнктуру определенных обстоятельств, он поступал стратегически правильно. То есть это не было халатным отношением к своему же избирательному процессу. Это было связано идеей, рассказал Трофимов. На самом деле мы и Владимир Александрович пришли как несистемные люди. Таков был большой запрос общества. И эта несистемность была во всем. И что было очень важно, была эта органика. То есть мы могли быть собой. Он мог быть собой. И он остается собой. Это большое преимущество. Было понятно в какой-то момент, что с этим можно жить, двигаться. Не надо, знаете, натягивать на себя какую-то иную роль, играть во что-то. В опубликованном опросе Киевского международного института социологии подали информацию о том, сколько человек в Украине поддерживают действия и заявления Владимира Зеленского в качестве главы государства. Отмечается, что опрос проводился с 14 по 17 мая 2020 года и в нем приняло участие 2000 человек. Согласно опросу, действия Зеленского за весь год его президентства в целом успешно оценивают 46% опрошенных. При этом неуспешно его действия оценивают 45%. Подчеркивается, что действия главы государства за апрель-май 2020 года все еще поддерживают 47% респондентов. В апреле данный показатель был на уровне 51%, а в марте достигал отметки 52%. При этом не одобряют его действия на опросе в мае 37%. В апреле этот показатель был на уровне 35%, а в марте на отметке 27%. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok